Ходить в истине Твоей, Господи, чтобы жизнями своими прославить Тебя. Мы благодарны Тебе за этот институт. Мы благодарны Тебя за Церковь Бога Живого. Мы благодарим Тебя за всё тело Христово. Мы также благословляем Израиля, благословляем народ, Господи, который ещё даже не познал Тебя полностью до конца. Те, которые ищут, но, Господи, Ты им откроешься, сверхъестественно откроешься, что не будет другого Мессии, кроме Ешуа Хамашиих, который придёт за своей невестой. И мы верим, Господи, что Ты через нас будешь действовать, чтобы это открыть. Те, миры им, которые ещё отвергают Иисуса Христа, Ешуа Хамашиих, как Мессию, мы молим и просим также, чтобы Ты благословил в этот день, особенный день, сегодняшний день, 26 марта, всё руководство страны нашей, президента, премьер-министра, представителя Верховного Совета, весь парламент страны, все силовые структуры, кабинет министров, Господи, чтобы они не имели страх Божий, имея страх Божий, чтобы они исполняли волю Твою, чтобы они, Господи, научились истине, через Слово Твое. Ты даешь им откровение через различные обстоятельства, Господи, пусть же они существуют Твою волю на Украину, ибо Ты их помазал, Ты их поставил, для того, чтобы они исполняли Твою совершенную волю, Господи. Откройся им, чтобы они были послушны Тебе во всем, чтобы Слово Твое распространялось не только в Украине, и до краев земли, благодаря тому, что оно будет превознесено, оно уже превозносится в Украине, Господь. Но мы просим и молим, чтобы оно превознесено было, превыше всякого слова, во всех учебных заведениях страны, Господь, как в христианских, так и в мирских, чтобы народ Твой познавал, Тебя познавал Господь, чьи Слово Твое, во имя Иисуса Христа. И кто верит, скажите Аминь. Итак, давайте сегодня поговорим мы на очень важную тему, и эта тема связана с изучением Священного Писания. Вот, к примеру, прежде чем мы будем изучать Священное Писание, по каким источникам, как это делается, мы ехали сейчас в институт, у нас возник вопрос. Моя брата благословенного Саши, он спрашивал, а действительно, что имелось в виду, когда говорилось, что у Павла, апостола Павла, было жалово плоти, помните, о котором написано в Писании? Читали такое? Встречались? И каждый за этот вопрос, а что это такое, что это за жалово плоти? Я не хочу сказать, что есть стопроцентный ответ на этот вопрос, поскольку существует разное мнение, что это за жалово плоти. И сколько существует, собственно говоря, проповедников, столько и существует мнений. Но лучше всего, если ваше мнение, ваше откровение, будет основано на Библии, на Священном Писании, то, когда можно это найти, подтверждение, то, о чём говорится в Новом Завете в самом Писании, что само Писание открывает конкретные вещи, которые, казалось бы, а что это? Так вот, если мы знаем, что апостол Павел хорошо очень потрудился, две трети Нового Завета написаны именно этим Мужем Божьим. Две трети. И послания его действительно очень глубоки. Очень иногда бывает, как и написано, труднопонимаемы. Очень труднопонимаемы. Не уже говоря о переводе. особенно в переводе они сложны, поскольку надо знать хорошо и Ветхий, и Новый Завет, и самого, сам характер апостола Павла, что он имел в виду, когда что-то говорил и что-то писал. И читая его послания или сложности, когда мы встречаем с определенным стихом, мы всегда должны этот стих всегда читать в контексте, не вырывая его из определенного места. Потому что сам текст, сам контекст, он помогает нам раскрывать, о чем здесь вообще речь идет. Так вот, относительно жалоба плоти. Читая, читая Новый Завет, вы могли бы увидеть, видеть как бы ответ на это, что он имел в виду из самих посланий апостола Павла. Мы помним о том, что Новый Завет говорит, чтобы он не превозносился своими посланиями, Бог дал для него определенную благодать и сказал даже «Достаточно для тебя благодати моей». помнить «Достаточно». То есть есть определенная мера благодати, которая им отделена, послана в отношении апостола Павла. Он пребывает в этой благодати. И Господь, когда он молился к нему, обращался к нему много раз, он сказал «Павел, для тебя достаточно моей благодати». Потому что что? сила моя совершается в чём? В твоей немощи. Это слово интересное, конечно, слово немощь. Это довольно часто в Новый Завет употребляют это слово не как физическая немощь. Довольно часто не как физическая немощь. А именно как иногда бывает это духовная наша слабость, но сила нас приходит от Христа Иисуса. Чем мы слабее, тем он сильнее проявляется в нас. Чем мы немощнее, тем он сильнее является в славе своей, через нас действует. Сила его действует тогда через нас сильнее. То есть немощь и слабость это синонимы. Но когда он просил жало воплоти и говорил то Господь действительно имел ввиду слабость Павла. Ну в чем это выражало слабость? И мы можем увидеть, заметить и обратить внимание, что в послании к Галатам 4 главе он пишет интересную вещь. А вы знаете, что в те времена прокаженных вообще не принимали в обществе. они были изгоями. Они даже не приближались к людям прокаженным. Жили они в определенных местах. Подобно тому точно так же и люди имеющие какие-то недостатки физические. Кто хромой, кто слепой. Даже Псания говорит, поэтому хромые, дескать, не наследуют Царство Небесное. В одном из мест мы это читаем. Это в Ветхом Завете, когда Давид говорит об этом. Но, есть одно но. В Новом Завете, когда Бог снизошел в силе Духа Святого, то эта сила Духа Святого исцеляет любого немощного, любого больного. Эта сила Духа Святого не только исцеляет, она воскрешает мертвых. Не было ни одной болезни, которую Господь не мог бы исцелить, потому что для Бога нет ничего невозможного. Но мы знаем, что встречаются случаи в нашей жизни, в нашей практике. И сегодня, и в те времена, когда вроде бы человек должен быть в здравии, благополучии, крепкий, сильный, а имеет какой-то или физический недостаток, или физическая слабость, или физическое заболевание, заболевание тела, чего-то, как-то. И трудно объяснить, почему. Господь его не исцеляет. Он сам просит, обращается ко многим служителям, чтобы исцелили. А исцеление до конца не наступает. На эти вопросы нам очень сложно ответить, но я так думаю, что у Бога на все есть ответы. Люди получают ответ. Иногда даже гораздо позже, им кажется, что они должны были бы получить. И это зависит не столько от веры даже самого человека, сколько от Господа. Но и от веры нас же тоже. Много ли веры надо было Лазарю, 11 глава Евангелия Теана, чтобы выйти из гробницы, когда Иисус возвал, Лазарь, выходи. Зависело ли его воскрешение из мертвых от веры Лазаря? Наверное, от веры Лазаря здесь много не зависело. Правильно? Он же мертвый лежал в гробнице. И когда Иисус возвал, он слышал, что его зовут. От Лазаря выходи. Он повиновался Иисусу, что приказал ему, повелевал ему выйти. И он вышел. Правда, он был связанный, пеленами, вы это все знаете. И поэтому, когда спрашивали Иисуса, почему он слеп, из-за того, что он согрешил или родители его. Иисус ответил, что ни он не согрешил, ни родители его. А это все для славы Божьей. Причем, если вы внимательно читали это местописание, у многих возникает вопрос. Мы на него сейчас не будем особо останавливаться. мы говорим о немощи Павла. Сейчас перейдем к Павлу. Но должны тоже читать описание обратить внимание. Девятая глава говорит, что это было у него, что был слепорожденный. Слепорожденный. То есть родился слепым. Изначально. А ученики спрашивают Иисуса, кто согрешил, он или родители его. Я понимаю, если бы он видел, видел, до десяти лет, до согрешил, я слеп. И задают вопрос, кто согрешил, он или родители его, что он слепым родился. Но ведь написано слепым родился, причем здесь возраст. Он родился слепым. и в то же и ученики спрашивают, кто согрешил, он или родители его. Так получается, как это, как это, будучи в утробе, он что, согрешил уже, если он слепым родился. И интересный вопрос, правильно? Или у вас есть ответ на этот вопрос? Может быть много вариантов. Здесь может быть много вариантов. Но давайте сейчас пока оставим на этот вопрос. Конкретно Иисус ответил в данном случае в 9 главе, что ни он не согрешил, ни родители его. Оказывается так, что это все для славы Божьей. Это раз. Поэтому когда человек какой-то, служитель какой-то, верующий при определенных обстоятельствах не получает исцеления, это вовсе не говорит, что не говорится о том, что он в грехах ходит. Нет. Это все для славы Божьей. Я помню, хорошо однажды смотрел передачу СНЛ, и Юн Гичо, вы знаете, этого пастыря из Южной Кореи, свидетельствовал. У нас в церкви говорит, есть одна сестра, которая приходила ко мне с просьбой, чтобы я за нее помолился об исцелении. Потому что лично попасть на прием к такому пастырю непросто. Вы знаете, очень большая церковь, очень много дел, служитель большой. И пока она не прошла все эти инстанции, естественно, она не могла бы к нему попасть, потому что она должна пойти сначала к своему пастыру, своей церкви поместной, потом вышестоящему лидеру. Там определенные есть требования на сей счет. и все, кто за нее не молился, не наступало результата положительно. А у нее была хромота. У нее одна нога была короче на 10 сантиметров, другой ноги в результате аварии, которая произошла в ее жизни. Она попала в автомобильную катастрофу, ей делали операцию, вставили металлический штифт, и из-за того, что было там серьезное повреждение костей, у нее была сильная довольно-таки хромота. Заметная хромота. И на всех служениях, когда молились за исцеление, она, естественно, выходила, вставала, жаждала получить. Она верила. Верила в это исцеление. Никто уже из ближайшего окружения и родственника уже не верил в это исцеление. Она продолжала верить. Ну, они относились снисходительно к ней. Ну, да. Бог исцеляет, мы знаем. Ну, почему в данном конкретном случае не происходит чудо, что он не исцеляет ее, чтобы она перестала хромать, чтобы она имела полное исцеление? Они не могли дать ответ, не знали, почему. И однажды, даже во время одного из служений в этой церкви, когда был призыв выйти на исцеление, кто желает получить исцеление физическое, какой-то немощи, какой-то болезни, люди выходили, она тоже вышла. После этого служения она бегала и кричала, я исцелена, исцелена, хотя все видели, что она хромает. да, она веру приняла, что она исцелена. Даже была на приемах у Йонгичо, и он ей объяснял, возлюбленная, дорогая сестра, я не могу тебе дать ответ на этот вопрос, почему это не произошло в твоей жизни, почему ты не получила полное исцеление. Возможно, ты будешь абсолютно полностью исцелена там, на небесах, небесном Иерусалиме, ты будешь ходить прекрасной походкой, молодая, красивая. Но сейчас это не происходит, я не знаю почему, не могу дать ей этот ответ. она же говорила, но ведь в Писании вашем и моем написано, если будешь веровать, то получишь. Стучите, и вам отворят. Простите, и дано будет вам. Даже вот 14 глава, сейчас скажу, Евангелие от Марка. Да. Интересный стих, где написано. В синодальном переводе так не написано. Но я буду об этом все равно говорить. Марка. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Да. 11 глава, 23-24 стих. В отношении веры. В ответ Иисус сказал им. 11 глава, Евангелие от Марка. Ученикам говорит, когда они сильно удивились, что смоковница, которую ты проклял, засохла. И в ответ Иисус сказал им, имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет это горе, поднимись и увернись к морю, пересадись к морю, и не усомнится в сердце своем, но поверит тому, что сказанное произойдет, будет ему все, что не скажет. И 24-й стих, ключевой стих. Потому говорю вам, все, что не будете просить в молитве, верьте, и дальше идет настоящая форма глагола. И дальше идет настоящая форма глагола. Верьте, что получаете и будет вам. Там не будущее время указано, там не сказано, верьте, что получите в будущем. Все, что не будете с верой просить, все, что не будете просить в молитве, верьте, что получаете и будет вам. И когда стоите в молитве, прощайте, если что, имеете на кого-то. Чтобы Отец ваш, который на небесах, простил вам грехи ваши. Но если вы не прощаете, то Отец ваш, который на небесах, не простит вам грехи ваши. Верьте, что получаете. И она говорит, пастору Янгичу, ну как же, Писание же говорит, просите и будете иметь. Я верю, что я получаю, я верю, что идет исцеление, я верю, что я буду абсолютно исцеленная, здорова. Он ободрил ее, благословил ее, молился за ее исцеление, но исцеление не произошло. Даже после личной молитвы пастора Янгичу. Ну что интересно, после того, как состоялось это служение, богослужение в этой церкви, и она бегала по залу, кричала, я исцелена, исцелена, хотя все видели, что хромалый, все получили как бы небольшое разочарование. Ну, женщина, сестра, веру приняла свое исцеление, но фактически смотрит, не исцелена. И что удивительное, самое главное, что ночью, когда она спала, Господь дал ей полнейшее исцеление. У нее выросла нога на 10 сантиметров этих, не было никакого штифта, металлического, делали рентген. И утром, когда она встала, она была абсолютно здоровой, произошло Божье чудо, Бог ее исцелил. Об этом сам свидетель у Йонги Чо. Рентген делали, человек получил полное исцеление, невзирая на то, кто бы за него не молился. Да, Бог совершил это чудо. Она веру ее приняла, она в вере стояла до последнего, невзирая на то, что Йонги Чо ее уговаривал. Ну, может быть, на бесах ты получишь исцеление, но сейчас, ну, не знаю, не могу. А она в вере стояла, доказывала, как же так? Писание ведь мое и ваше говорит. Верьте, что получаете. Верьте, что получаете. И она верила это. И Бог совершил это чудо в ее жизни и в жизни других, чтобы мы действительно имели веру. Не как горчичное зерно. Она имела, я верю, что получите в будущем. Когда-то, в будущем где-то. Вы, возможно, получили в прошедшем времени. Ну, можно, можно смотреть и исследовать. Поэтому, действительно, вера имеет в нашей жизни первостепенное значение. Мы верим по слову Рема, что Иисус есть Господь. Мы верим, что все, что на ней написано в Священном Писании, это истина. Что Он все это совершил, что Он Сын Божий. И мы верим, что мы Его ученики. И мы верим, что наши имена записаны в книгу жизни. И мы верим, что грехи наши прощены. И мы верим, что мы можем быть святы. И мы святы юридически и фактически мы должны быть святы. Чтобы никто не сказал, он христианин, он так поступает, так говорит. Потому что он заповедал, это заповедь Господня. Будьте святы, как я свят. Итак, поскольку мы говорили в отношении апостола Павла, что «Сила моя, Господь Иисус говорил, совершается в слабости Твоей». Да? Давайте прочитаем интересный стих в Послании к Галатам. Четвертая глава. Послание к Галатам. Здесь мы будем читать два местописания в Галатах. Потому что, как правило, минимум надо, чтобы у вас в Библии было два местописания, которые подтверждают определенную мысль. в одном Евангелии, втором Евангелии, это может в одном Евангелии, два места. Здесь в Послании к Галатам мы видим подтверждение этой мысли о том, почему так произошло с апостолом Павла и что это было за жало воплоти в самом Послании к Галатам. Итак, читаем сначала четвертую главу. Начнем читать со стиха со стиха двенадцатого. Прошу вас, братья, будьте как я, потому что я, как и вы. Вы ничем не обидели меня. Вы же знаете, что они знают, что в первый раз я благовествовал вам в немощи плоти. То есть, когда он был слаб воплоти. Он сейчас говорит в этом стихе о его благовестии, когда он приходил к ним первый раз, и он был в слабости какой-то. Может, простыл, может быть, грипп, может быть, что-то еще, мы не знаем. Но была, он пишет, о слабости плоти. Немощь плоти. Может, было какое-то другое недомогание, мы не знаем. Но он пишет конкретно. Благослав вам немощь и плоть. И искушением моим воплоти моей вы не пренебрегали и не погнушались. Почему? Потому что, естественно, первый раз пришел апостол к галатам, и они видят его в немощи плоти. то у них подсознательно мог возникнуть вопрос. Если ты апостол Христов, то почему ты не ходишь в силе физической крепости, а пришел в немощь и плоти к нам? Да. Тем более ты говоришь, что Господь все может, для Него нет ни с чем возможно, Он содержает чудеса, знамения, Он все исцеляет, все творит. Да, мы это знаем, но ты-то сам являешь служителем Бога Всевышнего, и что Бог тебя, что твой Бог, которого мы еще не познали, так как ты его, нам представляешь, что твой Бог не мог тебя что-ли исцелить? Но мы-то знаем личное отношение у Павла с Господом. Он уже получил ответ, когда у него просил много раз, потому что он сам говорил, что много раз молил Господа моего, да? И наконец он получил когда-то ответ, что, мол, доволен для тебя благодати моей. Мы не знаем, почему это произошло с ним, но мы знаем, что это была какая-то немощь в плоти, а какая немощь в плоти? Он об этом пишет здесь и говорит здесь, вы же знаете, что первый раз я благовествовал вам в немощи плоти, и искушениями во плоти моей вы не пренебрегали и не погнушались, но как кого? Но как ангела Божьего приняли меня? Они приняли его как Христа Иисуса. Здесь так написано. Представляете? Они Павла, невзирая на то, что он был в немощь и плоти, приняли как Христа Иисуса. И пишет и об этом свидетельствует сам Павел. Как блаженны были вы тогда с восклицательным знаком? Они были счастливы тогда, что они приняли его, как Христа Иисуса приняли. Ибо я свидетельствую вам, что если бы было возможно, то и очи свои, то есть глаза свои, вы бы исторгли и отдали бы мне. Интересно. Почему вдруг здесь заговорил в этом стихе, в этом месте о том, что если бы было возможно, то вы бы не это самое, если бы надо было. Кого нет это самое? Очко приходит она, сестра говорит, Валерий Александрович, у вас нет запасных очков. Я сегодня пришла на занятия без очков. Говорю, да, у меня есть всегда с собой. Одни компьютерные, однокеида, чтения я даю. Сестра может работать, писать, ну, забыла дома очки. А без очков, ну, никуда. Ничего записать не может. И он тут же и говорит, я пришел к вам в немощи плоти, и если бы даже было возможно, вы бы отдали глаза мне свои, исторгли бы свои глаза и отдали бы мне. Почему? Да потому что у Павла это была проблема, оказывается. Проблема в чем? В зрении. Он, мы знаем, палатки по ночам шил? Шил. Конечно, не при таком электрическом свете, тогда света не было. Были, как говорят на Украине, каганси. Такие небольшие масляные светильники. Это не 100-ваттная лампа, когда достаточно для зрения. И при работе, при таком освещении, конечно, можно потерять зрение. Но я думаю, что Павел не только по ночам шил палатки. Он по ночам иногда, когда есть возможность, даже читал Писание. Не только читал Писание, а лично сам писал. Но из-за того, что было слабое зрение, оно настолько уже упало, что он не мог уже самостоятельно читать, писать. И поэтому даже в это же послание, в 6 главе, он пишет, 11 стих, 6 глава, 11 стих. «Видите, как много я вам написал своей рукой». Он как бы гордится о том, что, представляете, мне удалось своей рукой столько написать. Невзирая на то, что вот есть у меня слабость во плоти. Да, но Бог допустил это, чтобы он полностью был зависим от него. Чтобы, если бы было у него 100% зрение, то, представляете, сколько бы он написал нам, сколько бы существил. И, естественно, Павел даже сам пишет, чтобы я не превозносился. Чтобы не превозносился он. чрезмерность откровений, которые он имеет. Он бы столько нам откровений написал. Слава Богу, что эти откровения мы читаем, которые он написал. И эти послания. Первого Коринфянам, послания к римлянам и ефесянам. Ну, все послания важны. Нет ни одного послания, они все разные. И все они очень важны. Поэтому мы видим, действительно, что Писание отчасти нам приоткрывает эту, как бы я сказал, завесу там. А о каком же жале об плоти? Видимо, скорее всего, что это было связано с его зрением. Потому что тогда очков не было. В те времена еще люди на насылы окулярии не было очков. Но вы же знаете, вы же верите в это, что тогда очков не было. И мы это знаем. Может быть, в очень-очень богатых людей были определенные линзы там. Пинсне это позже появилось. Пинсне вообще появилось в 1800-х годах. Да. На цепочке Пинсне. А до этого времени позже гораздо появились увеличительные стекла уже все. А для зрения уже изобрели Пинсне и очки гораздо позже. 19-й век. Нет. Помните условия, что не было хорошего электрического освещения, что не было очков, и чтобы он не превозносился своими превозношениями, то есть откровениями. Он сказал, Иисус, достаточно для тебя. Павел, то, что ты делаешь, слава Богу за него. Хорошо. Это относительно того, что мы обсуждали по пути в институт. Потому что таких мест в Священном Писании подобно этому, где хотелось бы получить ответ, много. Но опять-таки я хочу вам подчеркнуть, это не мое учение, это не мое утверждение, как стопроцентный ответ. Это мое предположение. Когда я читал, я просто-напросто увидел и так подумал, ва, это скорее всего, наверное, именно поэтому это являлось для него как бы жалом в его плоти. Его это как бы слабость и немощь. Но, если кто вам скажет другое свое мнение, двое откровение, принимайте, рассуждайте. Вам, может быть, даст Господь даже свое личное откровение, что это было за жалово плоти. Хотел бы также обратить ваше внимание на письмо одного раввина. Вы, может быть, его и читали, знаете. речь идет о Исхаке Каддури, который умер год назад в Израиле. Читали вы это письмо? Не знаете? Не слышали? Хорошо, слава Богу за Виктора, который у нас эрудированный, интересуется многими такими вопросами. Но я хочу почему прочитать вам это письмо, которое было написано в журнале «Вера и жизнь» 6 декабря 2007 года. Потому что Бог прикодавляет свой народ, народ израильский, подводит к тому, что его пришествие близко. Он говорит через Новый Завет, через Священное Писание говорит, что когда наступит это время, вы увидите. Потому что когда приближается весна, вы признаки наступления весны и лета распознаете. и он оказывал эти признаки. И признаки кончины, то есть последнего времени тоже распознаете. Голод, мор, землетрясения по местам, войны, слухи. Все это мы знаем. И приготовляя свой народ, Господь естественно является, открывается в мусульманском мире их великим там служителем. которые боятся признаться. Честно, откровенно, что да, имел встречу. Многие из них тайно верят, боятся открыто заявить, потому что знают, какие могут быть последствия. Многим открывается и является и в Израиле раввином. И один из этих раввинов был Исхак Кадури. Давайте я вам прочитаю это письмо, чтобы вы видели, что Бог в прятки не играет. Он хочет, чтобы действительно мало-помалу, мало-помалу, он начинает больше и больше приводить тех избранных, которые могут донести всему народу израильскому, что Он есть Сын Божий, что Он есть избранный Богом, Отцом, Тот, Который пришел на землю в плоти человеческой. Итак, в похоронах скончавшегося год назад в Израиле раввина Исхака Кадури участвовало около 300 тысяч человек. Не 30. Что такое примерно тысяч человек, вы знаете. 30 тысяч можете представить себе. А 300 тысяч это треть миллиона. В процессе растянулось по всему Старому Иерусалиму. Тогда же все говорили, что ушел один из величайших еврейских учителей 20 века. Было раввину по разным источникам от 106 до 118 лет. Хороший возраст. Соратники давно говорили, что у раввина Кадури были видения, во время которых он беседовал с Мессией. Видите, что соратники говорили? Они не говорили, что раввину являются какие-то там ангелы или там еще кто-то. Они конкретно говорили, что раввин имел видения, во время которых беседовал с кем? С Мессией. и он это не скрывал. Он делился этими откровениями, что он имел встречи с Мессией. Незадолго до смерти раввин решил огласить его имя, этого Мессии, с которым он встречался. Он записал его в письме, повелев вскрыть через год после смерти. Все нетерпеливо ждали этого дня. Когда письмо вскрыли, то не поверили своим глазам. Имя Мессия звучало, как Иешуа, Иисус. Вся израильская пресса, активно писавшая о похоронах раввина, теперь будто бы в рот воды набрала. Об открытии сообщило только несколько евритоязычных газет и портал Israel Today. Израиль сегодня. Не хочу подвергать сомнению авторитет покойного раввина, но в этом деле много сомнительного заявил раввин Иаков Маше Паупко из Иерусалима. Иешуа популярно среди евреев имя. И непонятно, о каком Иешуа в данном случае идет речь. Это не обязательно евреи евангельские Иисус. Да, можно бросить тень сомнения, да? А действительно ли Бог сказал, что не есть от деревьев плода? Помните? Важно посеять вот это сомнение, а действительно ли это был евангельский Иешуа? Часть сторонников покойного раввина считает, что это письмо фальшивка. По словам 80-летнего сына раввина Давида Кадури, его отец в последние годы жизни был в настолько плохом, пишет, плохом состоянии, что не мог самостоятельно ничего написать. Смотрите. Да, может быть, он был и плохом состоянии, что не мог самостоятельно ничего написать. Но есть одно но. Между тем, два бывших сотрудника раввина, сотрудник, не сын, сотрудник, с которым связался веб-портал Israel Today, то есть Израиль сегодня, подтвердили аутентичность завещания, то есть абсолютно не что-то достоверность, не подделка, не фальшивка. Они также вспомнили, что Кадурий был уверен в скором пришествии Мессии. Они вспомнили, что вспомнили, что сам Кадурий был уверен в скором пришествии Мессии. Кстати, последний Папа Римский, он тоже знает, что пришествие Иисуса будет очень скоро. Он это не оглашает публично, но он имеет личные откровения. Именно тот Папа Римский, который сегодня. И он даже уверен, что это будет в его период его папства. Понимаете? Ну, в период его служения, будем так говорить. Дальше. Смотрите, что дальше написано. Люди размышляют о том, как звучит имя Машеха. Многим оно известно, но они не верят, что он Мессия. Часто говорил Равин. Сенсационная информация вызвала в Израиле шок. Неужели это означает, что Равин Кадурий принял христианство? Христиане ликуют, поют и танцуют. Такие фразы появились на многих интернет-форумах. Это фактически благая весть, заявил Джон Венари, главный редактор консервативно-американского журнала Catholic Family News, то есть новости из католической семьи. христианства. Но если иудеи не узнали Мессию, бывшего среди них, маловероятно, чтобы они уверовали в него ныне. Хотя Кадурий был одним из самых авторитетных равинов, одновременно он прославился весьма парадоксальным поведением. Видите, как написано интересно? Не написано странным поведением, парадоксальным поведением. Он раздавал людям тысячи амулетов, которым приписывали целебные свойства. В 1996 году Равин пошел в политику и запомнился тем, что прилетел на вертолете на собрание одной из религионных партий. Слышите? Сын ему говорит, что не мог самостоятельно ничего написать. А когда Равину было уже за 90, он женился на женщине вдвое моложе его. Не мог писать, понимаете? Однако самый главный сюрприз Равин преподнес уже после смерти. Естественно, когда вскрыли письмо. Самый главный сюрприз для всех был. Все это поистине удивительно. Может быть, Равин и обратился в христианство, а может быть, он имел в виду какого-то другого Иешуа, рассказал корреспонденту профессор Сет Кунин из Британского университета Дарем. Нездирая на то, что в действительности имел в виду Равин, все это вряд ли будет иметь серьезные последствия, как заявляет этот профессор. Иудеи уже более двух тысяч лет перепираются с христианами о том, был ли Иисус Масшехом. И ни одно письмо Равина, пусть даже и самого авторитетного, дескать, ничего не изменит. Да, письмо, может быть, такого Равина и не изменит, но Богу нет ничего невозможного, чтобы явиться другому Равину или явиться еще какому-то видному деятелю и сказать, если ты не сделаешь то, что я тебе повелеваю, смотри. Кстати, вы знаете, что, согласно Священное Писание, земля, которую дал Бог народу израильскому, она не подлежит ни продаже, ни передаче, ничего. Она дана во владение вечное. Никто не имеет права распоряжаться этой землей, кроме как Бога, который дал им во владение этой землей. Кто бы ни пытался в какое времена завоевать эту землю, все это бесполезно. Да, она во времена вот этих войн переходила филистинлянам, то есть я имею ввиду этим, палестинцам. Никто не имеет права. Никто не имеет права. И то горе, которое случилось в связи с тем, что бывший премьер-министр, помните, у него произошла остановка сердца, искусственное дыхание, по-моему, до сих пор на Ариэль-Шарон, он тоже сказал выйти из территории Газы. Это территория как раз Израиля. Это решение было принято им. Он убедил других политических деятелей. И мы знаем, какие наступили последствия. Связано ли это именно с этим или с чем-то другим, мы не знаем. Но тем не менее, Бог, если воскрешает мертвых, то Он мог бы и воскресить Ариэль-Шарона, правильно? С той немощи или болезни, в которой он оказался. Мы не знаем, почему. Но мы знаем, что если земля принята Израилю, то согласно Библии, Священное Писание, никто не имеет права ею распоряжаться, так как Он считает это. Потому что Библия, Бог, Он суверенный Бог, Он Бог живой. И они до сих пор верят, что Бог живой. Они знают, что Бог живой. Не надо им доказывать ничего. Они служат этому живому. Но служат по-разному. Слава Господу нашему. И как мы и говорили, что мы сегодня будем обсуждать очень важный вопрос. Три минуты осталось. Хорошо. Очень важный вопрос, связанный с изучением Священного Писания. Я давал вам задание. Я давал вам мышленное задание для того, чтобы вы могли по возможности обратиться ко всем имеющимся у вас источникам для исследования этого места Писания. Почему? Потому что на практике вы увидите, что если мы хотим получить откровение по какому-то местописанию, и знать, что имелось в виду, когда писалось об этом. Я специально умышленно дал вам самое сложное местописание в Новом Завете. Это не одно из самых сложных мест. Это является самым, самым, номер один сложным местом для перевода, для понимания в Священном Писании. Это Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 стих. 11-12. Где написано в синодальном переводе, «Одней же Иоанна Крестителя, Даные, Царство Небесное, берется усилием, силою, да, усилием, да, усилием берется и применяющие силу восхищают его». Усилием и силой, там двойной перевод. Они в посрочнике также в российском написали, греческо-русском написали силой или усилием. Два варианта дали. Но для абсолютно точного перевода мы должны, набравшись терпения, обратиться к таким очень хорошим программам, которые, слава Богу, существуют на сегодняшний день. Это программа, которая называется «Греческий с морфологическим анализом». Почему? Потому что только это единственная программа, через эту программу, это компьютерная программа. Я верю, что может быть когда-то будет материальное отображение в какой-нибудь книге или пособнике, где бы можно было заглянуть как и в греческий подсрочник, посмотреть и на русском языке. Она на английском существует и на русском языке, когда она будет, я верю, что на русском. Значение каждого слова. В этой программе дается анализ каждому слову, каждому приблогу, каждому союзу, который имеется в Новом Завете. Должен сказать вам, что Спирос Зодиатес это один из ученых, который сегодня трудится на Божьей Ниве. Он вообще по национальности грек. Грек по национальности. Родился от греческих родителей. В совершенстве знает еврейский язык, естественно, свой родной язык греческий, английский язык. Знает также и другие языки, но самое главное это греческий, еврейский и английский. Он защитил несколько докторских диссертаций. Одна из диссертации была защищена именно в Нью-Йорке, по-моему. Там в автобиографии можно прочитать все о докторе Спирос Зодиатесе. Так вот, он переводил со своего родного языка на английский язык Новый Завет, составляя к нему полное описание каждого слова и значение этих слов. Всего-навсего в 46 лет один Новый Завет переводил со своего родного языка, давая уточнение и объяснение каждому слову и значение этого слова. Если это существительно, то он писал. Существительно какого падежа? Какой падеж? Мужской род или женский род или средний род? Слово. Стол мужского рода, понимаете? Мало того, что указано время, падеж, указано число, множественное, единственное число, указано в отношении глаголов, в отношении глаголов указаны все формы глаголов, но греческий, он более сложный язык, по сравнению даже с украинским и русским языком, не говоря уже об английском. В английском языке нет падежей, вы это знаете. В греческом они есть, но там есть формы глаголов, которые непереводимы в русском языке. Они примерно соответствуют, допустим, аурист, есть такая форма глагола, она соответствует нашему прошедшему совершенному времени. Но эта форма аурист имеет несколько залогов. Это может быть и будущее, настоящее время, страдательный залог, может быть, повелительное наклонение, то есть поэтому узнавая значение слова каждого на речи или это, сказуемо это, то есть глагол это или существительное, или другая какая-то часть речи, мы можем тогда в точности сказать, что конкретно имел в виду автор послания. Потому что в определенных случаях, только с определенным падежом употребляется определенный предлог. И переводится иначе, как только так. С винительным, допустим, падежом переводятся эти предлоги только так, с другим падежом только так, дательный падеж может переходить в творительный, предложный. И многие другие нюансы, которые связаны действительно с смысловым, правильным переводом послания, то, которое писал автор этого послания, с правильным переводом. Поэтому самый лучший сегодня я не вижу одну сестру, а, вижу, Елена, и вас имел в виду, вы вчера приносили симфонию и многие другие, я вам просто рекомендую, если вы когда-либо достанете, это World Study Bible, Таспироса, и по Ветхому Завету, и по Новому. В нем указаны все номера стронга. Что это номера стронга? Вы, наверное, должны знать. Это каждое слово в Библии, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, каждое слово было пронумеровано в свое время ученым, который дал нумерацию каждой букве, каждому предлогу, слову, все, что есть в Священном Писании, не только синодальный перевод. Это касается всех видов переводов, существующих на планете Земля. То есть, если в оригинале на еврейском языке или на греческом языке слово пронумеровано каким-то номером, 1320, то под этим номером будет только это греческое слово, больше никакого другого. И только это слово будет переводиться на все другие языки, уже в зависимости от того, на какой язык мы переводим. Украинский, русский, английский или прочее, прочее. Мы можем посмотреть это слово в английском варианте и перевести с английского на русский, и мы получим то же самое, что мы имеем в симфонии на русском языке. Любого слова. Это касается как и Ветхого Завета, так и Нового Завета. Поэтому номера стронга, которые есть в Библии, Священное Писание, для исследования Священного Писания чрезвычайно важны. Почему? Потому что под этим номером может быть точно такое же слово в других местах Писания, в других посланиях, Галатам, Киевреям, в Евангелиях, в Ветхом Завете, в Новом Завете, в Септуагенте, если это греческое, понимаете, греческое слово. Оно тоже будет повторяться таким же образом. То есть вы можете сразу вывести на компьютерный экран это слово конкретно, знать его номер и знать под этим номером все слова, которые есть во всем Священное Писании под этим номером, в любом месте, начиная от книги Бытия, окончая книги Откровений, где бы она никогда не повторялась. Вот пример. Когда он использовал слово, вот один из перевода «Благая Весть», использовали слово, это современная, Библия в современном переводе, там говорит, где же ты возьмешь эту святую воду? У тебя даже ведра нет, прочее, прочее. Там слово, как я уже показывал вам, живую воду. Слово «Святая вода» используется в Священном Писании. Нет ни одного случая, чтобы она использовала слово «Святая вода» в Новом Завете, но есть единственный случай, когда она используется в Ветхом Завете. Слово «Святая вода». Это место, когда если вдруг жена согрешит, то она приходит к первосвященнику, он дает ей святую воду, и она выпьет. Если это подтвердится, что она делала это, то выпадет утроба ее. Помните? Вот там это случай, когда даст она и святую воду. Там используют Писание это слово, святую воду. Ни где, в других местах Писания, в случаях, больше не используется слово «Святая». Все. Поэтому говорить о том, что где ты живой, это неправильно. Мы должны переводить только так, как говорит именно Священное Писание. Поэтому очень важно, когда мы обращаемся к другим переводам, мы знаем, что они должны черпать и основаны прежде всего на оригинале Священного Писания. На оригинале Священного Писания. Есть так называемые двойные переводы, тройные переводы. Что значит двойной тройной перевод? Когда люди перевели, перевели, Дэвид Старн перевел с оригинала греческого Новый Завет на английский язык. Большой ученый. Слава Богу за Дэвида Старна. Вот его и резкий Новый Завет переведенный на английский язык был переведен с английского потом на русский. Они не делали перевод с оригинала греческого языка. Они сделали перевод Дэвида Старна с английского его звука на русский. С учетом, конечно, всех тонкостей английского языка может быть обращались к оригиналу, смотрели, все. Но они придерживаются, отображают один к одному, что написано именно в его Новом Завете на английском языке. Это называется двойной перевод. И даже в своем предисловии написано, что сделан он с английского Нового Завета, еврейского Нового. New Testament. Jewish New Testament. Они это сделали. Поэтому, когда мы обращаемся к синодальному переводу, мы можем также найти много местописаний, когда просто подтверждается, что синодальный перевод заимствовал многие вещи из Ким Джеймс Вержина. Давайте сделаем перерыв. Что значит слово восхищать? Неудачно. Хорошо.